всех приветствую дорогие друзья прошлой серии я решил оставить хорошее сражение за кирин обратно ну на эту серию и решил провести его все-таки в открытом поле не отменять раз уж такая удача нам сопутствует пусть враг вступит в битву с нами выведет весь гарнизон мы подготовимся подготовим и линию атаки и линию обороны спешить никуда не будем даже можно в несколько ярусов выставить своих стрелков раз разные уровни тяжелая пехота за спиной рубаки отдельным корпусом пойдут ну и те кто кто нам недорог и кто может умирать все я готов пусть враг присоединяется к сражению где вражеский полководец он спрятан войском я бы послал своих спецназовцев берсеркеров чтобы они уничтожили вражеского полководца потому что он здесь залог здорового боевого духа противников переведем один отряд копейщиков вот сюда на этот фланг один отряд копейщиков выставим сюда да и второй в принципе тоже пусть подходят и будем исключительно с холмика удобненько обстреливать все что будет приближаться кто идет горки лучники так первого полководца разбили горки лучники это нашим варгам наследения причем все хватит прекратите стрельбу крепкие орешки а теперь отступаем не спешим стреляйте в кого хотите враг как раз там где нужно троих оставили они не убежали невероятно это орки-грабители выводим наших копейщиков которые будут тормозить врага стража марана на то спецназ мордора стража марана навсегда самую черную работенку выполняет пусть побегают за нашими воинами давайте разведчиков мордора немножко выловим отступим этим отрядом копейщиков ударим по оркам грабителям может быть даже не будем задействовать нашу пехоту уж я могу себе позволить так со спину врагу зайдем за спину остановить их проигнорируем стражу марана на то там у нас бежит понятно те кто попали они выбирают сознательно копейщиков тем лучше нам разбейте стражу марана поглощаем вражеских лучников закидываем и уничтожаем перебрасываем нашу тяжелую пехотку смотрим что враг окружен нашими войсками но ты докушайте руки телохранители это очень аппетитная мишень сожрали лучников даже если не сожрали отступайте сколько их там четверо осталось всего лишь куда бежать а у меня у ребят низкий боевой дух назад в топку сражения останавливающие залпы молодцы варги там чуть пытаются грызть лучников эти ребята я думаю даже не подойдут сейчас еще парочка залпов нет 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 не мешайте отлично нет нет копеечка конечно трогать не будем вот этих вот которые бегут разобьем и сколько вас туса осталось 17 вас активно по фронту обстреливают сразу десятку свалили лучники задерживают арбалетчики убивают еще троих убили причем лучники задерживают так эффективно что те даже не могут продвинуться удивительно как у орков хватает в окружении орков громил смелости драться ну это наверное все заслуга вот этого одного парня которому сейчас расстреляем есть продолжить битву да конечно соберем полностью весь урожай помним нам очень важно чтобы никто то или точнее как можно меньше врагов ушло в киринамрат тогда город достанется нам давайте посмотрим сколько их бежит и где они один трое это все неважно давайте вот этих утра забьем и это будет то что надо осталось всего одиннадцать ну я думаю город будет перед нами открыт так легко взять эльфийское поселение конечно вопрос заключается в том что мы взяли проблему свою заднюю точку или действительно опорный пункт с которого мы сможем перейти или захватив которые мы сможем перейти к активному наступлению да киринамрат берется очень легко ограбить взять ремонтировать ничего не надо что тут есть мордор уже начал здесь операцию по перекрещиванию местного населения и смотрим где у нас баллисты на вот они с баллистами мы можем продвинуться дальше все черное отсюда уводим конечно есть выбор либо пойти сразу же завоевать столицу лориена карас голодон потому что он будет нашей проблемой они не отстанут от нас будут нанимать эльфов так что наверное мы сейчас пойдем все таки туда разобьем этих защитников говорится зачем оттягивать неизбежно и нам нужно увеличить до предела количество осадных орудий в наших армиях насчет ухудшения отношений это не страшно мы все сделали идем дальше по чуть-чуть на север дальше поселения должны сами о себе заботиться вперед нанимать отряды и копить силу силу возле ануминаса и силу возле форма стай райна ждать появления здесь катапульт проверяем варгов конечно же отправляем на фронт темные отряды тоже поближе к очагу и театру боевых действий чё уже чума прошла значит на фронт о жалко что нету здесь осадных орудий мастерская баллист давайте в первую очередь их строить и посмотрим кто здесь нужен кого вообще вывести отсюда а здесь нужны все правда у нас такая ситуация что мы можем только передать войска значит сделаем так сделаем так и будем менять так зачем вас двое если лучше чтобы были рубаки стрелки или еще пехота еще один отряд пехоты наверное будет хотя нет пусть будут стрелки я думаю пехоты если что придет качестве подкрепления во всяком случае я надеюсь на это понадобится ли мне в этой армии варги а слушайте чего это я какая проблема я же могу из этой армии вывести часть отрядов кинуть сюда вместо них и вот это вот вам будет то что надо подкрепление которое подойдет все все можно еще один отряд отсюда вывести чтобы последнего получить свое распоряжение бойца перемены мест слагаемых сумма участников хорошо меняется контратака неожиданно есть возможность отстоять либо либо кто у нас самый звездочный из этих вот этот вот парень так раз два три четыре выходим пикинеры мне не понадобятся три четыре отряда стрелков арбалетчики пусть будут и и три отряда ну если это три отряда то возьмем тогда снага лучников и идем в сторону грамма а вот эту армию отведем к примеру вателин чтобы его тяжелее было захватить шесть шесть отрядов как раз и фиг они что получит они конечно могут переправить свою армию сторону карн дума но к тому времени подойдет подкрепление вот гады ну это они себе хуже сделали давайте посражаемся такой перехват от орков гундабада не ожидал я такого увидеть но тем хуже как я говорю они себе сделали мы разобьем их тут вателе не закрепимся и в результате поставим врага в патовую ситуацию начало битвы до начала битвы давай обстрелять противника берсеркера вперед никто не бежит все стоят и просто уничтожают врага а берсеркеры будут держать на себе кто тут самый серьезный урки мародеры копейщики всякое такое но сейчас вы столько получите огня в свой адрес сейчас посмотрим кто подойдет ближе всего нет 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 я сливать их сразу спешить не буду налетчики снага копейщиков затронем древо губы и то так ювелир ненько пройдем возле них древо губы ясное дело умрут до того как сумеют подойти мы просто их расстреляем копейщики тоже в принципе может быть умрут а столкнуться с передовыми линиями снага так задние снага расстреляют уже одну треть расстреляли а пока они подойдут они в принципе их тут и не останется налетчиков можно припугнуть ударить по ним но они просто до последнего сражаются и орки мародеры конечно в нашу пользу 47 половина армии противника почти убита но тут есть самые серьезные такие ребята которые намылились кусать наших что конечно ринутся попробовать их остановить но мы просто не догоним их надо было снага хотя он сейчас залпанут теперь куций не до недобиток в виде пятерых остался что там наши берсеркеры держит на себе налетчиков а налетчики рьяно атакуют мародеров прогнали а отлично можете даже мародером такого пристального внимания не уделять давайте лучше этих разбить мародеров если что проглотим а они уже и бегут ладно отступаем отступаем пикинерами не буду их подставлять все толпище бегут сваливают да завершить сражение результат меня устраивает то что дойдет до атилина она способна будет наверное наверное отстоять поселение так или иначе если враг решится своей прокачанной армией на осаду чистим леса получаем попутно повышение характеристик вот у нас тут армия снога мы умеем если что ими орудовать можно даже отправить отряд варгов он то оторвется от этой армии надеюсь они его догнать не смогут да вперед хорошо догнать ударить или не надо и осаждать можем подождите а что ж такое мы не заказали орудия орудия давайте исправим эту ошибку хорошо на этом ходу тогда осады не получится и по сути нам надо отправить армии подкрепления чтобы они как можно быстрее прибыли и пополнили отряды чтобы мы могли продолжать активное нападение я надеюсь это все что мы должны были сделали на этом ходу и что мы все сделали верно что передаем хоть дальше посмотрим что будет делать враг следопыты вы серьезно давайте сразимся вот гадость эреадорская столкновение моей эреадорской компании с моей эзенгардской компанией и как бы мне не хотелось болеть за эреадор но хочется раскатать этот остаток как же меня бесит этот маленький остаток который выждал момент когда оно могло укусить пусть даже этот момент безнадежный учитывая сколько у меня всего есть и пытаться меня одним отрядом следопытов раскатать это как минимум оскорбительно нет 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 раз нас расстреливают давайте убивать вся надежда на баллисты которые будут точно убивать хотя бы по одному следопыту за залп вы это видели офигеть вы что кушаете ребята а зверин какой-то даже тролли уме умирают а этот выжил может полководец 65 не баллисты ничего не убивают нет одного убили или может мне показалось но у моих снага уже кончается заряды 38 на что вы рассчитывали мы вас сейчас разобьем главное чтобы баллиста попадала 24 ну такими силами вы точно сопротивление никому не окажете все отлично нет человека нет проблемы надеюсь на этом с эриадором в моей изенгардской компании покончено так быстро и так интересно погибла целая фракция что там лесные эльфы хотят что там лесные эльфы хотят ничего не хотят не нет парень я отступлю попробую выцепить тут кого-то я отступлю не смотрим на уроков мглисты гор какие идеи у них возникнут отводят свои войска видимо там где-то может быть наши армии их смутили на той стороне хребта какая очередь выстроилась ателин не по зубам а тут что да давай героя дня согласен на гильдию фиг вам вашу автономию доклад о строительстве доклад о найме итоги хода да ириадор держава повержен а ахахахаха такие войска шикарные заразились буду знать как с эльфами не везет ой кавалерия неприятно можно конечно отправить их на сражение правда лучше на следующем ходу раз они заразные толку от них все ровно никакого так а вот тут уже аккуратнее тут собираем в единый кулак и переправляем только с сейчас горки мглистых гор могут его лица реально большими отрядами все туда отправляем заставим врага дрожать и и слать много подкреплений но тут фронт чтобы мы смогли спокойненько себя чувствовать на севере и закончить нашу миссию по уничтожению горка в гундабадах а и 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 Отправим, да я думаю, все осадное и варгов. Будем отправлять только варги, поскачут вперед, а все осадное будет плестись. Плюс отсюда часть войск будем переводить. Раз у нас открылся новый фронт, надо этим воспользоваться. И проверим, что у нас здесь. О, упс, отступим. Этим парням лучше не попадаться. Отлично. Хороший запас армии. Сейчас поработаем с севером и, наверное, на этом серию закончим. Да, помним, какую роль при осаде сыграли баллисты, поэтому от них я не отказываюсь. Варгов тоже берем с собой. Понимаю, что враг отправил туда целый стэк. А нам, как минимум, нужно будет этот стэк чем-то встретить. Ладно, давайте отправляем и мы тоже все, что можем сюда. Осада состоится. Селение китобоев мы захватим. А вот селение лосотов, с ним, наверное, придется подождать. Сейчас давайте посмотрим, куда и как далеко ушел враг. Будем следить за этой армией. Пошел нафиг. Извините всех. Идем к грамму. На следующем ходу мы сможем осадить и захватить его. Похоже на хороший план. Надеюсь, нам ничто в этом не помешает. Варги пойдут сюда. Может быть, отвлекут на себя часть войска. И раз враг оставил нас здесь, то как не отправить... Посмотрим, где они нас достанут. Ателину подкрепление с баллистами и осадными орудиями. Давайте, причем, все серьезное подкрепление, которое мы можем туда отправить, туда и запихнем. Враг отступает, это хорошо. На переправе кого-то все-таки оставляем, чтобы она не была беззащитной. За один ход они не дойдут, но если решаться вдруг... И, наверное, перекинем еще часть войска сюда, к переправе, чтобы был запас. Видите, они отступают по всему фронту. Замечательно. Соответственно, на север кидаем еще север. Сесть его на север. Переборщил тут немножко. Я думаю, выровняется все дело. И, да, дабы была возможность нанимать, наверное, я думаю, все черные армии и отсюда кинем наверх. Стройте, осадных орудий нет. Так что, стройте, что есть. Можно и отсюда кинуть черные отряды наверх в качестве подкреплений. Ну и на такой волне... Как не заняться нашим востоком и югом? Раз у нас серьезное противостояние началось с Мордором на этом направлении, то тоже будем кидать сюда все силы. Кто-то будет просто заполнять гарнизоны захватываемых поселений, что ничуть не менее важно, чем война с врагом. И нам нужно подготовить армию, разбить вот этих вот умников. Как раз, наверное, это будет та армия, которую мы поднатаскаем, а затем отправим. Тут только один руководитель. Да, он один. Стань здесь. Стандартные 4 отряда лучников. Сейчас мы только найдем тебе их. Пока что их только трое. Увы, только трое. Ну, тогда вместо лучников пойдут арбалетчики. А сюда же тебе всю тяжелую пехоту. Всю, которая у нас есть. Осадное орудие оставим пока в замке. Докидаем охотниками остатки. Рубак, конечно, кинем. Чтобы было что сливать. Наверное, с наголучников. Копейщиков. Еще одно место. У врага нет осадных орудий. Мы можем не брать тоже с собой их. Вот так вот сделаем. Я думаю, при любом раскладе мы раскатаем противника. А теперь можем организовать армию с осадными орудиями, которая отправится в сторону долг Гулдура. Но где тут наши шпиончики? давайте проверим всю эту дорогу. Шпион должен встречать нас на выходе. У нас где-то тут есть еще один шпион. И укрепить защиту черных врат нужно. то, что надо. В первую очередь собираем, значит, армию для защиты черных врат от вторжений. А вот тут вот я думаю, если армия Лурца доберется, нет, не добирается, к сожалению. Тогда хотя бы подвинься в эту сторону. Никто не идет врагу на помощь, значит, мы сможем подождать еще ходок. Раз они тут решили обосноваться, то уже Лурцу доручим осадить и разбить. А так отступим. и доведем все черное здесь соберем. Тоже переоформим армию Лурца. Объединим все, что можем. все решения уже принимать предстоит Лурцу. И уже этой армией будем направляться захватывать города, поселения и все, что тут будет доступно для захвата. все наверх. Смотрим, что у нас здесь было нанято. Оставим часть шпионов. Какие-то странные неприятные события здесь происходят. Что-то крепости вообще сдают. Ну давайте поплывем. Высадим эти армии. Везде и все нанимаем, потому что все так или иначе пригодится во всех городах. Все будет доставлено и все будет использовано. наверх. надо перегнать по найму наших врагов так не та сторона на всякий случай высажу и оставлю здесь сколько нашлось работы и армии пустим по ханскому направлению точно также шпионов отправляем нашим смотрим готовится ли рун арун готовится нас встречать это мы конечно не будем тоже вырываться вперед слабыми воинами нашими будем ждать сильные армии типа армии углу к еще одного шпиона переправим туда вроде обработали все направления наград тогда подождет еще один ход с осадкой тут они выделили только один стек и как я сказал они сконфужены не знают что им делать правда я так понимаю вышла армия сюда нет не вижу значит в сторону ровно таки отправилась вот тут вот у нас будет сражение подготовили одну армию наверное после сражения подготовим вторую или можем сейчас хотя бы костяк подготовить а ну тогда уже на следующем ходу да готовы воевать но это все будет уже в следующей серии ладно друзья на этом я с вами прощаюсь желаю вам хорошего настроения и удачи